Маркетинг план, компания Reflame, откуда и как начисляют деньги, за что и так далее. Друзья, вот мое любимое выражение, кто до конца не разобрался в маркетинг плане, тот не зарабатывает в нашем бизнесе. И я думаю, что у вас должен быть такой же девиз по жизни, вы должны разбираться в цифрах нашего бизнеса. Ну и давайте посмотрим по слайдам. Смотрите, основное понятие маркетинг плана это бонус-баллы. То есть вот с этим моментом нужно вам в самом начале разобраться, что это такое и почему именно бонус-баллы. Компания, смотрите, компания что сделала? Она работает в большом количестве стран и в каждой стране есть свои тугрики, свои иены и рубли и так далее, доллары, евро. Чтобы компании было легко и понятно, какие объемы проходят, компания сделала, к примеру, ну вот здесь на картинке у нас губная помада. В разных странах она по разной цене, в разных странах по разной цене, но баллы бонуса в разных странах одинаковые. Таким образом компания может понимать, какие товарообороты у нее проходят. К примеру, у нас вот она стоит 245 рублей, да, ну сейчас наверняка цена поменялась. Где-то в другой стране она стоит дороже. Ну и вот она стоит, к примеру, 7 баллов. Вот, смотрите, еще важно понимать, что разные продукты, разные продукты компании имеют разные баллы бонуса. К примеру, взять помаду и взять сумку. За те же самые деньги сумка будет стоить не 7 баллов, а, ну, 3 балла от силы. Почему? С чем это связано? Ну, с тем, что помада для компании Reflame это основной продукт, и компания, ну, так скажем, делает огромный акцент на этот продукт. То сумки и разные аксессуары это вспомогательный продукт. Акцента на него большого нету в компании. Маржи там большой нету в компании на этот продукт. Ну, и, соответственно, баллы бонуса совершенно другие. Вот. И может случиться так, что человек заказал, к примеру, 30 сумок. 30 сумок, у него баллов столько же, сколько там, 7 помад, да, а заплатил он за заказ больше. Вот. Поэтому тут нужно ориентироваться и ориентировать своих людей все-таки не на сумки и аксессуары, а все-таки на продукт косметический, либо категория Wellness. Давайте пойдем дальше. Есть одно из условий в компании. В компании есть вообще два условия для начисления денег. И одно из условий это сделать личный заказ на 150 бонус баллов. Второе условие, когда вы лично пригласили человека, зарегистрировали его к себе в первый уровень и он сделал заказ на 100 баллов, компания вам таким образом начисляет деньги. То есть, нужно выполнить одно из двух условий для начисления денег. Почему именно такие условия? Ну, компания должна понимать, что вы активны и что вы поработали, да, так скажем, и вам компания за это начисляет денежку. Вот. Условия лояльные. 150 баллов это не так уж и сложно сделать. Это первое условие. Второе условие, зарегистрировать одного новичка, который сделает 100 баллов. Я считаю, что тоже несложное условие. И, собственно, вот так вот. Давайте пойдем дальше. Что мне необходимо... Давайте дальше. Смотрите, есть вот такая вот схемка. И наверняка еще до конца не все ее понимают. Хотелось бы пояснить. Цена каталога... Вот, к примеру, я держу каталог. Ну, к примеру, вот такой. Видно, не видно. Так. Ну, давайте другой. Вот такой. Вот здесь в каталоге цена 99 рублей. И многие, многие считают эту цену за 100%. На самом деле нет. Смотрите как. На самом деле эта цена не 100%. Эта цена 118%. Компания изначально делает накрутку для дистрибьютора, для консультанта, чтобы консультанту было выгодно рекомендовать продукт. Наша цена, по которой мы покупаем, дистрибьюторская цена, это называется, она 100%. Ну, и вот здесь на картинке можно увидеть, да, из чего складывается цена продукта. Цена продукта 100%. То есть мы покупаем за 100%. Вот когда мне люди говорят, скидка не совсем такая, я говорю, ты неправильно считаешь. Бери сразу, бери сразу, что цена изначально не 100% в каталоге. Цена изначально выше в каталоге. Отсюда и все вопросы отпадают. Давайте дальше. Здесь, на вот этой картинке, изображена потребительская цена, которая в каталоге, что-то я тут не поменял циферку, 130. Цена дистрибьютора, это 100% цена. Обратите внимание, в эти 100%, вот вы заплатили, к примеру, сколько, я не знаю, на 80, сколько там, 87 рублей. В эти 87 рублей компания закладывает еще 33%, 33% на выплату, ну вот на вознаграждение нам. Вознаграждения называются по-разному. Есть два понятия вознаграждения, объемная скидка и бонусы. Вот эти 33% они делятся на объемную скидку и бонусы. Объемная скидка это 22%, то есть до уровня директора. 11% оставшихся процентов, это дополнительные бонусы, дополнительные бонусы за обучение директоров. И знаете, когда я обычно рассказываю людям, зачастую мне говорят, 22% это достаточно много. Я всегда говорю, 11%, вот те самые 11% в разы больше, чем те 22%, ну вот то директорское вознаграждение, нежели вот эти 11% за директоров. Куда мы людей зовем? Мы зовем не за объемной скидкой до уровня директора. Мы зовем людей получать вот те самые 11% бонусы, которые складываются в кругленькую сумму. К примеру, у нас в прошлом каталоге было 7 директорских групп и что-то около 5000 баллов бонуса, это вот те 22%, да, за которые мы получили. Так вот, те 22% составляют одну десятую часть нашего дохода. Те 9 десятых это как раз те бонусы за директорские группы, ну которые мы получаем. Да, то есть отсюда вывод, что 11% в разы больше, чем те 22% директорских. Давайте пойдем дальше. Каким образом посчитать групповой товарооборот? Смотрите, вы пригласили двоих партнеров, двух человек. Один человек сделал ваш 200 баллов бонуса и второй человек сделал ваш 200 баллов бонуса. И вы сделали 150. Каким образом понять, какой у вас групповой товарооборот? Нужно сложить ваши личные баллы бонуса с баллами бонуса вашей группы, да, то есть ваших партнеров, которых вы пригласили. И вот здесь на картинке, собственно, можно увидеть, да, групповой товарооборот составил 550 баллов бонуса. Это уровень 6%. Каким образом начислять, сейчас дальше расскажу. Идем дальше, следующий слайд. Вот она карьерная лестница, в которой можно увидеть таблица такая, да, до уровня старший менеджер, ну, уровень директора. Можно увидеть количество баллов бонуса групповых, уровень 3% 200, 6% 450, 9% 900, 12800, 153 тысячи баллов, 185, 227500. Ну, и можно увидеть в таблице начисления по маркетинг-плану, которые компания готова выплачивать за сформировавшийся товарооборот. Ну, и четвертая колонка, вернее, пятая колонка, это премии. Премии совсем недавно ввели, которые тоже можно получать, и у нас в команде получают уже люди эти премии. Первая премия 1,5% на уровне 9%, 3% на 12%, на 15,6%, на 18,9%, на 22,12%. Смотрите, поправочка, чтобы эти премии получить, что нужно сделать? Первый каталог вы выходите на 9%, второй каталог подтверждаете, либо выходите на 12%, получаете 1,5%. Первый каталог на 12% выходите, либо подтверждаете, либо делаете новый уровень, получаете 3%. Ну, и так далее. То есть, нужно в течение двух каталогов подтвердить свой уровень, чтобы получить премии. Когда вы удержали результат в течение 8 каталогов на уровне 7500, вышли на уровень 7500, вам присваивается квалификация директор, ваш доход в районе 30 тысяч рублей и разовая премия в 1000 долларов. Помимо всего, вы начинаете участвовать в автопрограмме и получаете ежекаталожную премию в размере 9000 рублей на оплату собственного автомобиля. Можно ее использовать на автомобиля, на оплату автомобиля, можно ее тратить в любых других целях. Смотрите, давайте разбирать. Здесь на картинке изображены люди вашего первого уровня. То есть, те люди, которых вы лично пригласили и зарегистрировали к себе в первый уровень. В первый уровень. Поясню, мы сейчас так не работаем, как работали раньше. Я позже расскажу про то, как мы сейчас работаем и что и как начисляется, и почему мы так работаем. Но картинку я показываю той методике, которую мы использовали еще год назад. Нет, полгода назад. Ну, не важно. Смотрите, вы пригласили 7 человек лично и зарегистрировали их к себе в первый уровень. И, допустим, первый человек, кого вы пригласили, он сделал товарооборот 200 баллов, вышел на 3%. Ну, только-только пришел, только начал разбираться в бизнесе. Второго пригласили, у него уже побольше группа, он сформировал групповый товарооборот 450 бонус баллов, третий 900, четвертый 1800, пятый 3000, шестой 5 и седьмой 7500. Групповой товарооборот. Каким образом мы считаем ваш групповой товарооборот? Ваш групповой товарооборот можно посчитать, сложив все баллы бонуса ваших партнеров первого уровня. Когда мы складываем, получается цифра 18850. Вы находитесь в этот момент на 22%. Дальше. Я сейчас покажу, как деньги начисляются. Тут картинка в долях. Смотрите, у нас маркетинг-план, можете себе записать, классический, ступенчато отделяющийся маркетинг-план. Что это означает? Все уважающие себя, серьезные компании, уважающие себя, работают исключительно классическим маркетинг-планом. Когда вам будут говорить, что компании работают с маркетинг-планом бинар или накопительный, либо еще какой-нибудь матричный. Друзья, все это аферы чистой воды. Я в этом бизнесе уже 6 лет. На моем веку в этом бизнесе компаний было тысячи, которые ногой себя в грудь били, что мы там самые крутые, у нас самый лучший бинарный маркетинг-план, либо матричный маркетинг-план, либо какой-нибудь смешанный, либо еще какой-то. Увы, ни одной компании не осталось на рынке. Ни одной. Почему? Поясню. В любом бизнесе, в любом бизнесе есть правила. Если ты их нарушаешь, ну, собственно, ты зачастую выходишь из бизнеса. Крайне редко я встречал в любом бизнесе людей, которые нарушают правила и остаются на плаву. Все матричные бинарные маркетинг-планы – это нарушение правил природы. И если они там обещают какие-то баснословные выплаты, никогда не верьте. Ни одной еще такой компании не осталось на рынке. Если посмотреть на самые крупные и самые серьезные компании, все как одна работают с классической системой. Почему? Потому что классическая система дает максимальную выплату, максимальную выплату на всех уровнях. Не в бинарной, не в матричной нет такого момента, чтобы была максимальная выплата. И с учетом того, чтобы компания не страдала. Вы все должны понимать, что все коммерческие организации, все коммерческие организации, они должны получать прибыль. Если они не будут получать прибыль, соответственно, они уходят с рынка. Так вот, только при классической схеме, системе, компания получает свои, так скажем, доходы и партнеры получают максимально возможные доходы. Вот, смотрите, у нас маркетинг-планы ступенчато отделяющиеся. То есть, как только под вами вышла группа на 22%, на уровень директора, она отделилась. Вы начинаете, получается, с этой группы бонусы. О чем мы и говорим, да, бонус остаточного дохода. Когда ты раз вложил человека, научил, и потом не работаешь с этим человеком. Ну, вернее, так не работаешь, как работал на начальном этапе. Вот, что такое разница, как это сказать, межпроцентная разница. Смотрите, понятие в нашем маркетинг-плане есть межпроцентная разница. Тот процент, на котором ты находишься, минус тот процент, на котором находится человек твоего первого уровня. То есть, смотрите, если вы вышли на 22%, ну, вот по вот этой схемке, у вас большая организация, вы вышли на 22%. У вас в команде, вот в первом уровне, есть 7 партнеров. От уровня новичок до уровня 22%. Сейчас мы разберем, как вы получаете деньги с этих людей. Смотрите, межпроцентная разница, это вот процент, на котором вы находитесь, минус процент, на котором находится ваш человек. То есть, если вы на 22%, а ваш человек на 3%, вы получаете 19% за работу с этим человеком. То есть, вы пригласили человека, вы научили, вы ввели его на 3%, он получил свои 3%, которые компания ему обещала. Остаток, 22 минус 3, получаете вы. Второй человек у вас вышел на 6%, вы на 22%. 22 минус 6, вы получаете 16% за работу с этим человеком. Ну, и так далее. С 9% 13, с 12% 10, с 15% получаете 7, с 18% 4%, с 18% и многие зададут вопрос. Ну, а вот 22%, 22 минус 22, 0. Вспоминайте про те бонусы, про которые я говорил. Когда под вами выходит группа на 22%, вы начинаете получать 5% бонус с этой группы. 5% бонус. Ну, если так разбираться, 5% с 200 тысяч, 10 тысяч рублей, да? Ну, там не 200 тысяч, а с 250. Кто быстро считает, с 250 тысяч 5%. 12, 500. Минимально вы получаете. Смотрите. Причем у вот этого человека, который на 22%, у него может быть товароборот как 250 тысяч, так и миллион. Чем больше у вашего партнера товароборот, чем больше у него доход, и тем больше у вас доход. Все взаимосвязано. Да, 12, 500. Пойдемте дальше. Здесь понятно, вот в этом моменте, давайте верну, в этом моменте, что по межпроцентной разнице вы получаете. Здесь понятно. Слава богу. Пойдем дальше разбираться. Ну, вот тут как раз картинка с 5%. То есть, у вашего директора может быть в разы больше товароборот, ну и соответственно в разы больше процентов. Смотрите. И мы подошли к самой главной картинке, которая меня очень сильно мотивирует. И я именно на эти доходы зову людей. Смотрите. Когда у вас... Мы вас всех звали не на уровень директора. Потому что у нас сейчас такая методика построения структуры, что уровень директора будет автоматически. И это даже не обсуждается. Мы вас зовем минимум уровнем, уровень золотой директор, максимум уровень, ну там, исполнительный президент. Сами решайте, сколько вам надо доходов. Смотрите. Когда вы построили две группы, две группы директорские, вы получаете с этих двух групп 5% бонус. Когда у них, в свою очередь, появляются свои директора, а этих директоров может быть в разы больше на самом деле, да. Вы, может, вырастили две директорские группы, а эти две директорские группы сделали каждое по 6 или там по 12 директорских групп. Со следующих директоров вы получаете двухпроцентный бонус с каждого. Их может быть неограниченное количество групп. Следующий бонус 0,5%. Всего полпроцента. Но этих директоров может быть в разы больше, чем директоров первого и второго поколения. И вы будете получать 0,5% бонус. Следующий 0,25. Казалось бы, еще меньше бонус. Но этих групп в перспективе будет в разы больше. И, соответственно, доход может быть в разы больше, чем золотой бонус директорские, там, сапфировый вместе взятые. Потому что, знаете, я недавно смотрел, анализировал наши доходы. И на сегодняшний момент у нас самый большой бонус – это золотой бонус. Самый большой. То есть, директорский не такой большой, как золотой. А сапфировый пока еще тоже не сильно большой и бриллиантовый. Поэтому золотой, сапфировый могут быть очень большими бонусами. Здорово, Катя, молодец, что читала такую книгу. И вот обращайте свое внимание на то, куда мы зовем своих партнеров. Мы зовем не стать директором. Мы зовем людей стать золотым директором, сапфировым директором, бриллиантовым, дважды бриллиантовым исполнителем. Чтобы они получали все вот эти бонусы со всех директоров. И, знаете, самое интересное, что зачастую бывает так, что вы научили в первом уровне людей. Хорошо, вы научили во втором уровне людей. Но вы научили в третьем уровне. Четвертый, пятый, шестой вы можете вообще не знать в перспективе, а деньги за них получать. Знаете, у нас была недавно такая ситуация. Мы в Сингапуре, будучи на бриллиантовой конференции, поздравляемся с чеком 6 тысяч долларов. Нас там пригласили выступать на сцену. Спускаемся со сцены. И сидит бабушка на втором ряду, а мы на первом сидели. Сидит бабушка, подскакивает и говорит, какие ребята, вы классные вообще, у вас так все здорово получается, вы такие молодцы, работаете, растете. А я ее не знал. Юля говорит, Артем, это наш спонсор вышестоящий. Только она нас впервые видит и знать нас не знает. Но деньги уже очень и очень давно получает. Представьте ситуацию, когда вы приезжаете как-нибудь на бриллиантовую конференцию. Сидите на бриллиантовой конференции, поздравляют нового бриллиантового директора. Он говорит, да ты мой спонсор. А вы говорите, да ну не может быть. И в итоге оказывается, что так и есть. И вот этот бизнес как раз в этом-то интересен. Что вы можете в 35-м или в 78-м поколении не знать своих директоров, а деньги получать. Или там в 500-м каком-нибудь поколении. А деньги получать. И вот в этом-то как раз и вся суть нашего бизнеса. Что меня привело в него. Когда ты вложил один раз и потом долгий промежуток времени получаешь. Смотрите, давайте разберем ту ситуацию, как мы сейчас работаем. Ну почему? Знаете, мы в этом бизнесе уже 6 лет. Ну и в общем-то результат неплохой, я бы сказал. Уровень бриллиантовый директор. Мы сделали исключительно вот тем старым методом. И в принципе это возможно. Вот. Но сейчас пришли немножко другие времена. Немножко другое время сейчас. Сейчас время очень сильно ускоряется. Убыстряется. Только недавно было утро. А уже вечер. Да, то есть. И мы не успеваем многого сделать за день. И сейчас пришли новые технологии. И если мы не будем на них обращать внимание, если мы не будем на них обращать внимание, то, как и в любом другом бизнесе, скоро мы будем за бортом. Вспоминайте, может быть у вас есть какие-то примеры предпринимателей, которые совсем недавно закрылись, закрылись потому, что не развивались в ногу со временем. Знаете, я сегодня выехал из дома, и у меня напротив дома прям огромную вывеску повешали. Ашан. Я говорю, вот это ничего себе. Ой, как тяжело сейчас. Ой, как тяжело сейчас будет многим предпринимателям, которые сейчас не меняются и не растут. У меня есть очень много таких примеров, которые сейчас в ногу со временем не идут, и поэтому становится все хуже и хуже и хуже. Совсем недавно в Барнауле закрыли все рынки. Практически все рынки закрыли. И многих людей просто выкинули на улицу, которые на протяжении 20 лет этим жили, это любили и, к сожалению, ничего не делали. Не росли и не менялись. Не развивались много со временем. Наша команда, наша команда в корне отличается от многих команд в России. И не только в России, во всех странах СНГ. И именно поэтому, и именно поэтому наша команда на сегодняшний день самая растущая в России, в странах СНГ. Мы с супругой за прошлый год по росту во всех странах СНГ заняли второе место. Это говорит о чем? Это говорит о том, что мы на сегодняшний день имеем технологии, имеем навыки, имеем знания, как на сегодняшний день очень быстро можно расти и развиваться. Друзья, вам очень повезло, что вы попали именно в эту команду, потому что на сегодняшний день у нас в Алтайском крае даже есть очень много команд, которые, так скажем, уходят или очень сильно падают. Мы недавно с Юлей заезжали в один из офисов Reflame к женщине, которая, ну, закрывает офис и распродает все. И мы, естественно, там все материалы взяли, которые нам нужно было для того, чтобы наша команда сейчас росла и развивалась. И это нормально абсолютно. Кто-то уходит, кто-то приходит, кто-то растет, кто-то падает. Это бизнес, любой бизнес, как ходьба по эскалатору, который катится вниз. Не бежишь, не развиваешься, будешь падать. Всегда. Это всегда такие правила были в любом бизнесе. Смотрите, чем мы сейчас занимаемся. Что мы поняли сейчас? Мы поняли один важный факт. Раньше я приглашал человека и начинал с ним работать. И не все люди в этот момент быстро начинали расти, работая со мной в команде. Почему? Ну, потому что есть у кого-то свои страхи, у кого-то свои опасения, комплексы, ну и так далее. То есть маленькие желания. Ну, очень много есть моментов, почему люди не развиваются в нашем бизнесе. И им очень сложно было развиваться. очень многие уходили, бросали, не получалось. Ну, и как-то так. Мы задались одним вопросом. Как сделать так? Как сделать так? Как мы можем повлиять на тот факт, чтобы люди не уходили из нашего бизнеса? Как можно сделать так, чтобы люди не уходили из нашего бизнеса? Всегда в нем оставались и всегда были мотивированы и росли. И было желание развиваться. И пришли к одному выводу, что оставить людей, оставить потребителей, оставить просто консультантов, оставить партнеров можно только способом регистрации людей под них. То есть я пригласил одного человека, начал с ним работать, ко мне приходит еще один человек. И я его регистрирую под вот этого первого человека. Третьего человека я регистрирую под второго. И тем самым, тем самым, люди мотивированы, люди остаются и люди растут в нашем бизнесе. Я рекрутировать умею. У меня это очень хорошо получается. Я развивать людей умею. Но, к сожалению, если не помогать людям регистрациями, очень сложно человека оставить. Ну, не то, чтобы сложно, гораздо проще его смотивировать своей регистрацией. Еще одной регистрацией, еще одной регистрацией. Вот. И мы решили использовать такую систему работы и назвали ее TurboRost. Система TurboRost. То есть, мы всем новичкам даем возможность быстрого старта. Он только зарегистрировался, и у него уже в команде появляются люди, подписанные мною. Смотрите как. Но в этой системе есть свои плюсы, есть свои минусы. Плюсы то, что мы оставляем людей. Люди отсюда не уходят, им интересно, они начинают вникать, и они начинают понимать, что оказывается, на самом деле люди регистрируются, оказывается, на самом деле люди покупают Reflame, оказывается, на самом деле можно расти в Reflame. Хотя у многих новичков на начальном этапе вот этот вот страх непонимания есть. Тем самым мы, собственно, развеиваем вот эти вот страхи у новичка, что оказывается, на самом деле люди регистрируются, и все хорошо происходит, все растет. Вот, и Reflame растет. Это один из плюсов, такой большой жирный плюс в нашей новой системе работы. И еще есть один большой плюс в нашем бизнесе, извините, не включусь, есть еще один большой плюс в нашем бизнесе, Юль, там Лена Филина звонила, перезвони, пожалуйста. еще какой большой плюс, что по такой работе, по такой системе, все очень справедливо, очень справедливо. Юль, возьми трубку, можешь? Сейчас, секунду, алло, Лен, у меня просто вебинар я веду, перезвони Юле, давай, давай, в этой системе все очень справедливо, очень приочень справедливо. Если этот человек, под которого мы регистрируем людей, ничего не делает, он ничего не зарабатывает. как вы считаете, это справедливо? Справедливо, я считаю. Но если он начнет что-то делать, он сразу же начнет зарабатывать, сразу же. Причем, он начнет зарабатывать не с уровня 0%, а с уровня может быть 12%, или 9%, или 6%, или с уровня 15%, в зависимости от того, когда он включился в работу. И это большой плюс, что человек, во-первых, растет, растет, но денег не получает. Но если он включается, он начинает получать деньги. Все очень справедливо. Хотел разобрать вот такую картинку. Как вы считаете, кто в этой ситуации, вот в этой вот картинке зарабатывает больше всех? как вы считаете? 15%-ник, самый нижний 15%-ник, самый нижний обращаю ваше внимание, самый нижний 15%-ник, самый нижний 12%-ник, и самый нижний 9%-ник, они зарабатывают больше всех. Почему? А потому, что у этих людей с нижним человеком, с нижним человеком, отрыв много дает. Смотрите, почему? Потому, что у этого человека, у самого нижнего 15%-ника, под ним нет 15%-ника, и он получает с нижнего 12%-ника 3% с его группового товарооборота, 3% с его группового товарооборота, и 15% со своего личного товарооборота. Вот. Смотрите, что мы сейчас делаем? Вот по этой методике мы выстраиваем на начальном этапе, начинаем выстраивать себе первую директорскую группу. Когда в первой вашей группе появились сильные партнеры, я рекомендую все-таки от пяти человек, от пяти человек. Вот когда у вас пять человек в первой группе появилось сильных партнеров, которые рекрутируют, которые проводят обучение, которые сопровождают всю команду, тогда вы можете начать таким же образом, по образу и подобию начать строить себе вторую такую же группу. Вторую такую же группу. Как только вы построили первую директорскую группу и вторую директорскую группу, давайте вернемся на один слайд, первую и вторую директорскую группу, вы начинаете получать две тысячи долларов, с этого уровня компания вывозит вас бесплатно за свой счет за границу и с этого уровня вы начинаете получать премию бонус, вернее, 18 тысяч рублей, ежекаталожно, премия называется мой дом. Компания сотрудничает с банками партнерами, в которых вы можете оформить ипотеку под деятельность Арифлейм и выплачивать этим бонусом ипотеку. Но банки пока банк только пока один, он в 10 ключевых городах России, в самых больших, ну и если у вас есть мечта и цель купить в каком-нибудь хорошем большом городе себе недвижимость, то собственно ваша цель первая золотой директор, две директорские группы и вы начинаете получать автоматически этот бонус на выплату за квартиру. Здесь друзья понятно из этого уровня естественно бесплатная поездка за границу ну и уже доход соответственно смотрите как только вы построили вторую группу что вам мешает построить таким же образом третью группу ничего не мешает а четвертую ничего не мешает а пятую ничего не мешает и вот в этом прелесть нашего бизнеса когда вы построили сначала одну группу вложились в нее потом построили вторую группу вложились не то построили третье вложились не потом четвертую потом к этим группам возвращаться не нужно работать с ними вот в чем дело и вот это вот прелесть нашего бизнеса что ты раз поработал хорошо отошел деньги получаешь второй раз поработал отошел и деньги получаешь я искренне желаю чтобы у вас именно было вот такое понимание чем мы занимаемся мы формируем директорские команды для компании Reflame не занимаемся косметикой не занимаемся продажами занимаемся формированием директорских команд для получения своего остаточного дохода либо есть экономический термин резидуального дохода вот вам нужно сейчас сфокусироваться у кого еще первая группа ну так скажем не супер мега большая я рекомендую сфокусироваться на построение первой группы когда вы почувствуете что первая группа уже достаточно такая сильная мощная можно начинать заниматься сразу второй группой либо можно одновременно одну регистрацию суда одну суда одну суда одну суда чтобы одновременно две директорские группы вести но это будет немножечко дольше почему потому что чем больше регистраций в конкретную группу тем быстрее она растет тем больше люди мотивированы тем больше людей интересуются тем быстрее эта группа развивается вот поэтому рекомендую заниматься первой группой это будет ваша будущая пенсия ну конечно смешно выразился пенсия но это так и есть если вы хорошо вложитесь в первую группу и сделаете ее очень сильно тем больше бонусов вот тех самых сейчас верну картинку вот тех самых бонусов тем больше там будет директоров тем больше бонусов вы будете с этой директорской группы получать тут все очень взаимосвязано чем глубже вы работаете с группой тем больше доход в перспективе вы с этой группы будете иметь поэтому мы прорабатываем на семьдесят восемь поколений в глубину нам не важно в какой глубине человек находится нам важно его научить чем глубже тем лучше тем больше доход соответственно вот ну нельзя забывать и про вторую группу потому что без второй группы собственно никакого дохода может и не быть поэтому должно быть все равномерно планово то есть вы должны и первой и второй группой заниматься да то есть но ни в коем случае не бросать первую и начинать вторую пока первая еще не очень крепкая поэтому занимаемся и первой и второй группы вот по доходам когда вы занимаетесь первой группой до доход не сильно высокий сейчас именно сейчас а но я знаете я не привык мыслить сегодняшним доходом я привык мыслить что у меня будет через год а какие изменения и все бизнесмены все до одного бизнесмена мыслят они сравнивают прошлый год со следующим годом и а никогда ни один бизнесмен не мыслит так сегодня сегодня мне надо получить это очень близоруко друзья а вы должны смотреть вперед намного и намного вперед поставил а вот поэтому занимаемся и первой и второй группой без второй пока дохода доход будет небольшой с глубокой первой и с глубокой второй группой доход будет огроменный огромный на самом деле это так я знаю нашего вышестоящего спонсора золотого директора который зарабатывает практически как мы на уровне золотого директора почему а потому что у нее в команде три бриллианта и две директорские группы в первом уровне а глубина огромная и на уровне золотого директора она получает очень большие деньги хотя она вложила по большому счету только в две группы усилия поэтому вот такие вот дела так друзья у меня все на этом если у вас есть вопросы можете задать вопросы я отвечу у нас есть